В Дании запустили компьютерную программу, она довольно точно рассчитывает примерный год смерти человека. Тут никакой мистики нет, говорят авторы искусственного интеллекта этого. Он обрабатывает колоссальный объем базы данных о каждом из 6 миллионов жителей страны. История жизни любого человека, это цепочка происходящих с ним событий, куда входит и образование, и хронические болезни, и генетика, и это все он обсчитывает, обсчитывает, обсчитывает. Этой машине верят, потому что довольно точные предсказания в этой машине. Как вы считаете, нам нужно вот это вот все, все эти расчеты, все эти машины такие. Так что они мне покажут? Ну, они покажут с какой-то точностью, когда человек умирает, они показывают. Но до этого я же тоже хотел что-то, наверное, о себе знать. Когда я стану богатым, здоровым. Вот это, я думаю, что у них сложнее с этим. Со здоровым, может быть, они могут как-то. Ну, не знаю, когда я женюсь, там, в третий, в четвертый, в пятый раз и так далее. То есть, как я буду жить? Да. А не когда я буду умирать? Когда я буду умирать, это могут сказать все. Ну, она подсчитывает вам, когда, к какому сроку вам надо все приготовить, все свои дела сдать и так далее, и так далее. Вот в этом, это, я понимаю, вот эта машина уже реальная, которая есть. Вот я и спрашиваю, нам надо вот это вот такое? Мне это не надо. Вам не надо. И человеку тоже похоже. Ну, я не знаю. Есть люди, которые очень заботятся о том, чтобы, умирая, оставить все в порядке, привести все дела свои в порядок и так далее. Вот скажите, пожалуйста, это не называется вот так вот создание таких машин, что мы как бы запускаем руку в планы Творца? Нет, человек хочет просто нормально закончить свой жизненный путь, не входя ни в какие конфликты, ни с кем. И поэтому он хочет знать день своей смерти? Да. То есть, он хочет приготовить все бумаги, грубо говоря? Да, да, да. Всех родственников? Этим многие занимаются. Вы как-то рассказывали, что когда вы приехали в Канаду, да, хоронить своего отца, и вы думали поддержать маму в этот час, вы увидели, что ваша мама спокойна более-менее. Да. Потом вы ее спросили, в чем дело? А она вам сказала, что она встретила человека, который точно назвал ей день смерти вашего отца. Да? Да. Еще попросила, чтобы вы позвонили ему, и вы с ним еще говорили. Я хотел спросить вас не об этой машине, а об этом таком человеке. Когда человеку даются такие способности, как вот этому экстрасенсу, предсказать день смерти. Это вообще к чему-то его обязывает? Это что-то значит? Или это просто животная такая способность? Я не увидел в нем ничего особенного, хотя, в принципе, предсказывать такие даты, это тоже не каждый делает. Он точно предсказывался, да? Да. Да, да. И когда я ему позвонил, он говорит, а, это звонит мне сын той-то, то есть по одному моему голосу. То есть вы не представились? Не представился никак. И он мне сразу же сказал, кто и что, и как, когда, и что я могу приехать к нему. Ну, вот когда даются такие способности, для чего даются такие способности человеку? Для чего? Он сам не знает. Человек не знает? Он не знает, а другие не знают. Так вот. То есть, в принципе, к чему я это вел? Что вот этот искусственный интеллект тоже в этом особенно ничего такого нет, кроме как вот так вот всех этих наших земных вещей, да? Да. А вот давайте теперь последний вопрос. Мы заканчиваем с вами теперь о Творце, который знает корень души, если можно говорить сверху, человека, и ведет его от начала и до конца. Он же его должен провести от чего-то к чему-то. Он должен его провести, человека, Творец, да? Конечно. Вот скажите, пожалуйста, здесь заранее говорят, к чему ты придешь на жизненном уровне. От Творца, если мы смотрим, от чего к чему он проводит человека? От чего к чему? От маленького эгоистического желания и до большего исправленного. Не окончательного, может быть, но и дальше, и дальше, и дальше. То есть так или иначе путь человека, он ощущение, что я эгоист, да? Эгоистического желания и к исправлению, так или иначе. Да. Это и есть весь путь человека. Да. Понятно. И не дано нам знать, вот этот вот, знаете, день смерти эгоизма, скажем так, не дано нам знать. Нет. Не дано. Мы не можем такую машину создать или такого экстрасенса встретить, когда я смогу закончить этот путь вот так вот, смертью эгоизма. Нет. Ты должен на последние минуты жизни жаждать, чтобы этот эгоизм из тебя улетучился. Я бы был бы исправлен. И что тогда? Я тогда обретаю... Тогда ты будешь чувствовать Творца всем сердцем и всеми своими чувствами один к одному. Субтитры создавал DimaTorzok